Всем привет, я Даша Кей И сегодня будет обзор Сода Мейкоп Интересно Видимо мне очень сильно был интересен срок годности Косметики Сода, потому что купила Я ее в апреле А делаю я обзор В январе Короче, купила я еще и давно Но в прошлом году И пришла к обзору только сейчас Я ее, естественно, протестировала Были у меня какие-то впечатления Но я их уже благополучно забыла Поэтому сегодня мы все обновим Но я хорошенько припоминаю, как там было Очень мало тестеров Либо тестеры были закончившиеся Почему-то вечная проблема Может быть на тот момент эта косметика была просто очень популярна Все ее ходили, тестировали Не знаю, как сейчас обстоят дела Но тогда это было проблематично И даже неприятно Потому что тестеры были все заляпаны И все было, короче, в таком немного Дело совсем не в этом Дело в том, что я сегодня буду делать обзор Первое впечатление Второе впечатление Ясно Постараюсь сегодня сделать макияж Какой-нибудь необычный Но в то же время носибельный Или нет? Ну, может быть Посмотрим Сода Сода Это дочерний бренд Компания Литуаль Компания же Литуаль Все правильно Поэтому она, собственно, там только эксклюзивно и представлена Лицом косметики этой всей была Лена Шейдлина Сделав для марки очень хорошую рекламу Косметика яркая Упаковки интересные Сама Лена очень яркая И заинтересоваться такой косметикой могут кто? Подростки И, естественно, она как бы на эту целевую аудиторию сделана Ценовой сегмент типа бюджетный Но я думаю, что он все равно немного завышен Там 500, 600, такие 700 рублей Такие цены Это не 250 рублей, а бьюти-бомб Это намного дороже И поэтому я могу сказать, что это чуть выше среднего Не совсем полный уж бюджет Косметика сода может посоревноваться с Лореалем А Лореаль это уже не такой масс-маркет, как мы даже думаем Ну, для нас, для россиян, по крайней мере Я высыпаю все, что у меня тут есть Включаю свою бьюти-лампу немного поярче И погнали Начну я с тона С чего еще? Тон представлен вот в таких вот стиках Это тон, румяна и хайлайтер Сейчас что открою? Это хайлайтер Это стик с тональным кремом Вкусненькая Сразу же привлекает к себе внимание Но это не главное Посмотрим, что тут Много кто хайл этот продукт за то, что тут мало по граммам и все такое Ким Кардашин тоже очень мало по граммовкам Но, как бы, ничего Все пользуются Я думаю, в принципе, соде тоже можно Такую огреху совершить Смотреться буду в палетку И распределяю его все по всему лицу Но это не тон Как это заявлено, это, конечно, не тональный крем Это консилер Тут замешан какой-то белый и бежевый цвет Видимо, база и, может быть, увлажняющий какой-то компонент Который не дает тону пересушивать лицо Ну, я так предполагаю, по крайней мере Тема интересная Похожа на стик Make Up For Ever Тон в стике есть у многих марок Это Anastasia Beverly Hills Make Up For Ever Nars, по-моему Нет? Нет? Да, нет? Это все чудо Я распределю плотно набитой кисточкой кабуки Это Sigma Platt Kabuki называется Немного еще нанесу на глаза Это будет у нас как база Чтобы я не задействовала каких-то левых продуктов И чисто накрасимся сегодня содой Пока что стик распределяется терпимо Он, конечно, не фиксируется на лице Я могу передвигать его сколько угодно Это и плюс, и минус Для обладательниц сухой кожи плюс Для, конечно, жирной и подростковой Громадный минус Сама текстура приятная и ложится очень тонко на лицо Не подсушивает ни одной шелушинки у меня нет У меня само лицо сейчас не особо шелушится У меня просто нормальная, немножечко суховатая кожа Которая прям нормально воспринимает этот тон Еще донанесу в область глаз Ну что ж, говорит мой лачкомометр Лачкомометр Это семь лайчочков из десяти То, что он не фиксируется, да, огромный минус Но на лице смотрится приятно Единственное, я не знаю, много ли там тонов Мне бы, конечно, чуть-чуть потемнее подошел Это 001 Самый светлый И, опять же, наверное, белоснежком он будет немного темнее Чуть-чуть бы его потемнее И было бы прям отлично Отправляемся дальше Недолюбливаю я влажные хайлайтеры Они не фиксируются на коже И это просто как чистый вазелин Этот хайлайтер ничем не пахнет Благо и вазелином тоже Попробую нанести это из стика Сам стик марается о тон Потому что тон не фиксируется А стик с хайлайтером немного подснимает Тональник Пипец, без меня это все фигня Не люблю я влажные хайлайтеры Ну, типа, ну, че, вот так Ну, да, понятно Я могу и блеск для губ нанести Непонятная вещь, если для фотосессий Но обычно всем нужны фотосессии Когда ребята идут со школы Они у них как бы обычно фотосессия А потом они идут домой Ну, конечно, это вообще неносибельная вещь И создавать такой продукт можно Но просто зачем? Для кого? Если целевая аудитория подростки Нужно немножечко понимать, чем они занимаются Явно, что они не проводят фотосессии Для влажного сияния Ну, хотя... Блин, не знаю, чем сейчас люди занимаются Че делать-то? Че вы делаете-то? Сияние, правда, есть Оно влажное, классно Но этого же я могу добиться С гигиенической помадой Со многими продуктами Давно хотела это сказать Нали из десяти Румяна в 001 оттенке И я нанесу опять из стика Кстати, тут текстура уже другая Они тают заметно быстрее Не знаю, как так Наверное, они все одинаковые У меня уже просто как бы крыша едет Ну, смотрите Мне кажется, мне не идут румяна Просто... Наносится, кстати, хорошо Тоже влажные, нефиксирующиеся Минус Они сотрутся с лица, наверное, ну, через часа два-полтора Вот даже с моего Либо начнут оставлять какие-то полоски То есть, это опять такая неносибельная вещь Если выбирать меньше из зол Из нефиксирующихся румян То лучше обратить свое внимание на корейские бренды Такие, как Холика Холика Очень хорошие Там у них есть румяна в таких вот кушонах Но этот продукт, в принципе, хороший Три лайчочка из десяти Я, кстати, использовала кисточку от Lime Crime Кого интересует, очень залипательная Следующая вещь, которая мне, в принципе, реально понравилась И я ее даже некоторое время использовала Раза два или три Очень по запаху Это бальзам для губ Бальзам для губ в оттенке Lip Smoother 007 Hot Song Ну, вообще пахнет баблгамом И просто вот таким нехимозным Таким классным Баблгам вообще химозная вещь Но тут она прям не мерзкая Что меня радует в косметике Soda Так это, конечно, дизайн Дизайн просто отменный Ты берешь упаковку Она, во-первых, приятная Несмотря на то, что это все пластик Пластик легкий и толстый Ну, как бы, такой приятный В руке Крышечка матовая На упаковке всякие стикеры Солнышко Шарики, сердечки Нет неприятного такого вайба Типа дешевизны Типа бюджетная косметика И... Короче, нет ощущения, что ты пользуешься прям совсем дешмандосом На упаковке нарисована молния и написано Soda Наверное, 7 лайчочков из 10 Очень приятный запах И приятная упаковка Передвигаемся дальше С глазами я буду работать вот этой вот палеткой теней Которая у меня в руках Это палетка матово-шиммерных теней Тут есть, как называется Это фольга Это первая палетка, которую я пробовала Которая резиновая Вы представляете? Говорят, что она даже вытаскивается Я бы, конечно, и не рисковала Но я все-таки рискнула отдельно Я сделаю свочи Не, ну это хорошая пигментация Блин, конечно, подсыпается Немного Ну, достаточно бодренько себя ведут То есть это прям переплевывает Там Catrice Палетки те же Я не знаю, Sleek Это лучше, чем Sleek, прикиньте Да, неплохо вообще Класс 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 У Sleek больше палитры Хочется, конечно, накрасить этими цветами Но вы же ждете, чтобы я вот эти нанесла Эх Начну я с холодных С холодных растушевочных Начну я вот с этого цвета Нанесу его на все веко Дабы просто как база у меня была Потому что для меня именно его в складку наносить будет слишком светло Даже немного в лиловую сторону Нормально Когда в розовом золоте идет перебор с розовым цветом Например, в маке есть пигмент, который я не могу использовать навека Точнее я могу, но мне не нравится Просто там идет перебор с розовым цветом Оно получается более красное И мне более золотым цветом нравится больше Капилляры просто в моих глазах не выносят слишком много розового В розовом золоте, понимаете? Должно быть больше золота Потому что это золото Оно просто розоватое Как же я боюсь наносить зеленый или красный на свои глаза Вы просто не представляете Беру чистый зеленый цвет И наношу его на центр глаза Чем отличаются хорошие тени от плохих И почему хайд косметику, но не говорит за что Тут слабая пигментация Тени хуже растушевываются Стандартные вообще как бы косяки Тени плохо тушуются Нет такого вау-эффекта Типа вау Ничего себе Хочу нанести их снова Приятная новость даже для меня То, что тени не осыпались на щеки И я перехожу ко второму глазу Наношу немного на нижнее веко Каждый раз обзор косметики для меня челлендж Много грязь Вот этого не хватает немного золотинки Может быть Может быть немного надо добавить в центр золота розового Я не знаю Мне в самих тенях хайки не хватает золотинки Я делаю это прям пальцем Чтобы цвет ложился плотнее На внутренний уголок глаза тоже нанесу немного этих золотистых теней Просто куда-то испаряются Я не знаю Вот я наносила прям густым слоем сюда Уже куда-то все Пока Но мы не расстраиваемся И переходим к тестированию туши А тушь у нас будет какая-никакая Как бирюзовая Ну это же сода мейкап Сами понимаете Нехватка Цветных тушей Но бьюзи бомб это как-то восполняет Но вообще Я видела красивые яркие туши Которые переносятся на ресницы Это и в Сен-Лоран Красивая розовая тушь у них есть Которая прям идеально ложится на ресницы Чем грешат цветные туши вообще в масс-маркете Тем, что во-первых цвета всегда припыленные Для того, чтобы их могли носить каждый день И допустим Если тебе нужна тоже для фотосессии Но как обычно Либо для чего-то просто яркого То ты не можешь ее найти Там все либо пыльно-фиолетовое Либо бирюзовое Но тоже с какой-то пылью вообще примешанной У Вен Сабо есть тушь Кабаре Которая представлена в цветном варианте Но и смотрится как будто бы черная Ну нафига такая цветная тушь нужна? Цветная тушь нужна, чтобы она была яркая, акцентная И в крайнем случае нанести ее поверх черной туши Переходим к бирюзовой туши О! Но если вы дико угоряете по сороконожкам Либо тащились в детстве по Аврилавин Наверное, эта тушь будет просто спасение для такой оторвы Мои ресницы, конечно, вообще выглядит дико крипово Напоминает какую-то отвратительную Просто многоножку Сороконожку, мокрощелку Как там их называют-то? Вы поняли, да? Но с одной стороны круто Мне нравится эта тушь Ставлю ей Ставлю Я не поставила, кстати, оценку палетки Палетка заслуживает 5 лайчочков из 10 А вот тушь, наверное, все 7 лайчочков из 10 Десяточку, конечно, она не дотягивает Но она цветная Что еще остается после засыхания на ресницах В таком же цвете? Но чуть-чуть она тускнет Еще одна тушь, оказывается Серебристая Эта тушь уже в другом дизайне В прозрачной упаковке И она получается с блестками Что будет, если нанести эту тушь на волосы? Раньше, в общем, была такая тушь для волос Не колориста, дети, 2010 года рождения Не колориста Другая была тушь для волос Которую просто берешь щеточку и наносишь на волосы Это будет везде выглядеть очень странно Поэтому возьму прям прядь у лица Не хочу портить свои бирюзовые ресницы Нанесем на волосы, да Господи, чем я занимаюсь? Эту тушь можно использовать как подводку Она прям такой приятной консистенции И застывает Напоминает больше какую-то помаду Я убила свою прядь одну Надеюсь, не придется отрезать Новинка Тренд 2К19 Металлические пряди Ну да Чего, думаю, нет? Да Давайте опробуем нашу бирюзовую тушь Я набираю ее прям сполна И буду наносить на прядь рядом Бедные мои волосы Надеюсь, волосы не покинут дурную голову Я хочу взять наклейки, которые тут давались в подарок Такой вот прикол получается вообще прикольный Наклеим сюда, я думаю Куда же мы наклеим пиццу? Около рта? Типа пицца стремится в рот О, знак фотоаппарата У меня осталось еще несколько продуктов И одни из них это карандаши для глаз Тоже в розовой упаковке, ничего интересного Карандаши, я так понимаю I love Unicorns Velvet Eye Pencil Вельветовый, но не сказано, что он фиксирующийся на глазах Он превращается в какую-то пасту Да, пигментированный, но как это наносить на глаза? Тягучая такая штука Но прям ярко кислотно-зеленая Так И оранжевый Ой, блин, если они будут так же наноситься на глаза То это прям вообще успех, так скажем Тестируем на глазах, на моих бедных Ребят, карандаш вообще не наносится на тени, по крайней мере Не ведитесь на эту уловку Типа сводч яркий, а карандаш на глазу вообще невидимый Ну типа чё? О, зеленый, кстати На чистой коже карандаши рисуются, но по теням они прям вообще не идут Ну про слизистую я даже не буду говорить, если они по теням не рисуют Ну то есть я расстроена В принципе карандаши даже от Maybelline Master Drum ведут себя намного лучше Там нет ярких, правда, оттенков Но коричневый и черный мне нравятся Я их использую Вместо даже гелевой подводки, они очень яркие, тягучие Это просто какой-то пластилин У меня остались два продукта Это помада и топпер Типа сверху, который нужно наносить, яркий Он переливается таким вот фиолетовым сиянием Фиолетовый Приятно пахнет ванилькой У меня уже слюна отделения началась еще, когда мы использовали бальзам для губ Красивый оттеночек Я ее нанесу прямо из аппликатора, потому что планирую я и сама пользоваться Плотная матовая помада Не знаю, как ведут себя типа такие оттенки, как голубой, тем зеленый Но розовые оттенки, они вообще сами по себе очень пластичные И более простые в изготовлении В этом как бы причина хорошего нанесения Видела просто плохие отзывы именно на помады матовые Но это прям красиво и лежит И в нанесении была очень простая Тонкое распределение Этой помаде можно спокойно поставить 8 лайчочков из 10 И я не шучу, это первая самая максимальная оценочка Но в оттенке Safe Tonight Мне очень нравятся мои руки после обзора соды Бесполезная вещь, потому что я его уже просвочила И он не фиксируется, оказывается, вообще И это получается блестки, размешанные с блеском для губ Зачем это надо, непонятно Ну реально, блин, ну типа Уколхаживает абсолютно мой образ Весь аппликатор топера запачкался в этой помаде Я не понимаю, как они хотели, чтобы мы использовали это Потому что в блеску для губ липнет, естественно, все что угодно Топпер это нечто фиксирующееся То есть если бы вот это вот сделали, разбавили немножко и назвали топпером Это было бы более логично, чем использовать блеск для губ Он разъел мне помаду Единственный плюс Этот блеск для губ за сколько там, 500 или 700 рублей не липнет Вот и все, это был весь обзор на сода Вот все эти продукты Общее впечатление, в принципе, осталось хорошее Косметика по качеству выше, чем я думала Какие-то точечные продукты можно покупать Это бальзам для губ, палетка теней, в принципе, если вам нравится цветовая гамма И вы не планируете носить тени больше 4 часов даже То они вам подойдут И цветные туши, в принципе, есть чем поживиться в этом бренде Так что я ему ставлю все-таки 5 лайчочков из 10 Это ровно половина, ни больше, ни меньше 50%, одна вторая А с вами была Дарья Кей До скорых встреч, пока-пока Увидимся в следующих видео Пока Не забывайте ставить лайк И подписываться на мой инстаграм Субтитры сделал DimaTorzok Увидимся в следующих видео